Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Лудисад. Сегодня очень сильный дождь, и я решила вам немножечко снять другое видео. Видео о комнатном цветоводстве. Мне кажется, что сейчас комнатное цветоводство переживает какой-то такой второй всплеск, а может третий. Ну, в общем, сейчас я вижу, что очень многие люди стали выращивать много комнатных цветов, потому что новые технологии входят в нашу жизнь. Я уже как-то снимала ролик о том, что попробовала у себя в Светелке сделать одно дело, чтобы быть в тренде. Ну, а как же? Эксперименты «Моя любовь» вы сами знаете как. Первый эксперимент, а какой сейчас увидите и узнаете, удался, поэтому я на этом не остановилась. И в этом году уже знала, что у меня будет проект нового фитомодуля для стены. И его, конечно же, осуществило. В телеграм-канале мы с девочками очень подробно всё это дело рассматривали, ну, обсуждали, нужно, не нужно. Многие делились своими фитомодулями. И действительно, это входит, в общем-то, в такое комнатное цветоводство, может быть, даже офисное цветоводство. И фитомодуль мне, например, очень понравился. Поэтому у меня второй фитомодуль, который в доме уже находится. В общем, я готовилась летом к этому делу. И сейчас вам покажу, как его реализовывала. Кадры разные. В общем-то, считаю, что с августа месяца, даже с июля месяца, по сегодняшний день. Зато мы уже с вами увидим все прелести. Этого фитомодуля расскажу все нюансы, плюсы и минусы. Хотя пока ещё минусов я, честно, и не обнаружила. Плюсы мне очень нравятся, когда в доме уютно. А домашние цветы – это всегда уют. В общем, Борисович долго сопротивлялся, но всё-таки я его переубедила. Итак, поехали. Долго я вынашивала идею фитомодуля. Какой купить, каким цветом, на сколько горшков. Первый фитомодуль, он тоже здесь будет видео. Я купила ещё в прошлом году. И установили мы его в светёлку. Но он маленький, для пробы был. А этот, посмотрите, какой беленький, хорошенький, на 12 горшочков. Три ряда по 4 горшочка. Единственное, что горшочки... Да, ещё он с освещением. Вот, что меня подкупило. Такие модули есть без освещения. Но мне кажется, что с лампами – это самое хорошее. И я в этом сейчас уже убедилась и тоже вам покажу. Единственное, что мне не понравилось – горшочки чёрные. И мне кажется, что для белого фитомодуля чёрные горшочки как-то не очень хорошо смотрелось. Поэтому я заказала на Валкерис белые горшочки. Точно такие же, как и чёрные. Стоят они очень-очень дёшево. И как раз комплекты продаются прямо для фитомодуля. 12 горшочков. Поэтому все их заменила. Но так как к этому процессу я готовила заранее, все растения я заранее подготовила и пересадила ещё летом. Когда я высаживала все эти растения, это было ещё лето, начало августа месяца, я тогда уже вынашивала такой план. В каждый горшочек при пересадке и при формировании разных растений я вот это удобрение от компании Аминосил туда обязательно добавляла. Посмотрите, как называется. Именно для декоративно-лиственных растений. Потому что все эти растения у меня не цветущие. Очень хорошо у Аминосила широкая линейка различных удобрений для всех растений. И для цветущих, и для хвойных, и для газона, ну и для овощей и фруктов. А мне вот это уж очень понравилось. В гранулах я закладывала по норме на 2-3 месяца. И первое время растения поживут с этим удобрением. Но, но, так как оно долго действующее, пролонгированное, да, хотя здесь все есть макро-микроэлементы. Посмотрите, здесь 40 аминокислот, как я всегда вам говорю, да, и азот есть, и фосфор, и калия. Азота, кстати, побольше, чем фосфор и калия. И ещё другие элементы нужные, да, все вот здесь описаны на пакетике. Нормы расхода при внесении тоже. Очень хорошо, что всё расписано, ничего не перепутайте. 5 грамм, то есть чайная ложечка на литр грунта, а каждый горшочек это 1 литр, поэтому в каждый горшочек всего лишь 1 чайную ложку добавляем. И на первое время мои растения очень сильно ринулись в рост. Но сейчас уже я буду вести полив. Полив будет идти необычный, и поэтому в каждый полив будут добавлять другое удобрение от компании Аминосил, витамины для растений. Просто для того, чтобы была поддержка. Это будет медленно, а то побыстрее. Девочки, ну вот так фитомодуль Борисович приделал к стене. Единственное, что по розетке не подходит. Сейчас просто вам показываем свет, что нужно ещё тут по электрике короткий провод, а розетки у нас низко. У аквариума. Видите, здесь аквариум стоит. Сейчас просто попробовали, как это будет вообще работать. Там можно выключателем, вернее, кнопочками делать сильнее освещение, поменьше освещение. Ну что, такой фитомодуль это и дополнительный источник такого приятного света в комнате будет. Вот я сейчас свет включила, выключу. Смотрите, ну такое, сам аквариум горит, и здесь будет приятно. Пошло два месяца после того, как я растения пересадила. И прошёл один месяц, когда они здесь уже попривыкли и обжили свои новые квартиры. Вот всё, что я пересаживала летом. Мы говорим, что кто они в телеграм-канале, вы не видели. Этого я всё показывала. Вот эти плющи. Здесь, ну, цисус, как бы берёзка в народе называется, и традисканцы. Вон плющи, как посмотрите, да? Красавцы все мои растения. Посмотрите, подросли они очень даже хорошо. Что вам хочу сказать? Очень рада, что купила вот с освещением, с этими лампами. Можно легко, очень быстро настроить выключатель на автоматическое включение и выключение. То есть я в 9 утра, он включается, в 9 вечера выключается. Вы выбираете любой другой режим. Кое-что я ещё вот осенью добавила из своих растений. Те, которые в саду висели. Вон, куда уже пошёл. Вот, смотрите, какие красавцы. Все живы и здоровы. Теперь очень многие спорят, много ли мусора. Посмотрите, у меня стоит аквариум. И, естественно, вот сейчас я так потрогала, так вот тут одна травинка вылетела. Естественно, если бы было много мусора, мусор бы попадал в аквариум, это было бы плохо. Что вам хочу сказать? Я его поливаю очень аккуратно вот в эти отверстия, вот прям в поддон, вот здесь, вот здесь, видите? Вот, или вот сюда и наверху, вот. И особо я их здесь не трясу. Чтобы они не перерастали, я, конечно, кое-что даже уже сейчас подрезала. Ну, чтобы всё было более органично. Но вам хочу сказать, что эта картина может меняться в зависимости от настроения моего и в зависимости от того, как растения растут. Может быть, кто-то будет там загораживать другие растения, притенять их сильно. Поэтому я могу их менять местами. Так что никакой грязи, вот как люди пишут, у меня особо нет. Не особо, а вообще нет. Полив я веду и сейчас покажу вам, как. Ну и давайте посмотрим, чем сейчас поливаю. Раз в две недели, вот таким же, как я закладывала, но закладывала-то я ещё в июле, сейчас я раз в две недели поливаю вот таким аминосилом витамин для растений, опять-таки для декоративно-лиственных культур. От таких витаминчиков, от такой вкуснятины листья становятся зелёными, замечательными. Вы посмотрите, вот здесь у меня тоже декоративно-лиственные цветы растут. Нет, цветущие. Это кофе с блестящими зелёными листьями. Этот земель, зимиокулькис. Я вообще, девочки, не могу придумать, не могу выговорить. Здесь у меня лавровый лист, алоэ вера и прекрасный куст розмарина. Вот. И все эти растения у меня на вот этом удобрении. Кто-то пишет запах. Запах действительно есть. Это говорит о его натуральности. Но 5 мл на литр никакого такого запаха сильного не дадут. Как всегда вам говорю, 40 аминокислот делает наши растения крепкими. И потому что у них крепкий иммунитет. А сейчас дома жарко, сухо. Да, всякие разные вот такие явления, которые растения не очень-то любят. Мы забываем их попрыскать. Мы забываем им уровень влажности держать тот, который надо. И забываем, и иногда это нам просто никак не удается. Поэтому аминокислот как раз все подрегулирует. Вот я налила в леечку. Очень удобно, кстати говоря. Вот такая леечка с длинным носиком. Пойдемте поливать. Многие еще боятся, что что-то перелью. Ну, не знаю. Я поливаю два раза в неделю. Вот туда, смотрите. Вот. Видите, сколько лью? И как только вижу, что там сейчас оттуда начнет водичка чуть-чуть переливаться, и заканчиваю. Все. В каждом горшочке есть дырочки. И растения, естественно, очень медленно, не быстро, кстати, я проверяла. Ну, и туда сейчас уж не буду. Не быстро. Это все полезность впитывает. Вот эта полезность, она вот там, видите? Вот. И растения потихонечку все это выпьют и будут очень довольными. Ну, а мы довольны, потому что это нам нравится. Еще один фитомодуль у меня располагается, ну, в моей светелке. Там, где я выращиваю рассаду. Здесь некоторые цветы я взяла в домашний фитомодуль. Вот. Ну, часть цветов осталось, те, которые росли уже все лето. Это и, опять-таки, плющи, цисус и вот это растение, не знаю, которое у меня росло в горшке. Новенькое такое, да? В саду. Я его вот сейчас вместе с горшочком сюда сделала вот такой занавесочкой. Посмотрите, какая хорошенькая идея. И вот сейчас на ярмарке, которая была у нас недавно, я еще вот такую камнеломочку купила, которая разрастется и тоже будут симпатично смотреться ее усики. Так что здесь тоже все работает, все как надо. Подсветочка вот такая включается, пусть она не сильно, но здесь есть окна, которые вот дают свет, освещение, да и растения мы для фитомодуля подбираем специальные. То есть здесь декоративное лиственное растение, те растения, которые хорошо растут, даже когда не очень яркое освещение. Ну и вот, дорогие друзья, на этом заканчиваю свое небольшое видео. Но хочу, чтобы у всех были вот такие живые уголки, живые стены. Может быть, вы это сделаете на кухне, потому что мы там огромное количество времени проводим. Может быть, это будут какие-то живые уголки, в которых дети будут играть, и это тоже красиво, и приобщаем детей к этому, да. Может быть, как вот у меня вместе с аквариумом какая-то зона такая, релакс. Может быть, это у вас будет зимний сад, балкон и так далее. В общем, где хотите, и если вы это делали, приходите на телеграм-канал и поделитесь своими фотографиями. Очень-очень важно, чтобы действительно вы делились и показывали вот такую красоту. А мы бы тоже сделали выводы. Знаете, какой я в конце сделала вывод? Побольше надо было брать. Побольше горшочков. Ну, ничего, если я задумала, я могу и в другом месте где-нибудь осуществить эту идею. Когда уже будет не 12 горшочков, ну, а, например, 24. Ну, а что где-нибудь не пропадало? Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, уюта, красоты в ваших домах. И чистого неба над головой. Кому понравился мой фитомодуль? Смотрите, кому. Очень понравился, оценил ребёнок. Очень понравился. Продолжение следует...